Я уже дома, дорогие друзья, после поездки. Выставлю вам видео, как я ездила за очками и свои откровения и болталки. Значит, огуречки я эти сорву вечером, а зеленый круглый перец один у меня отвалился. И надо будет его скушать, конечно, да. Так, что у меня тут с огурцами? Потихоньку растут, растут. Так. Надо будет пообрезать некоторые ветки у томатов и у огурцов. Где-то я тут видела, эти огурцы так скрываются. Интересно. Ну, помидорки краснеют. Наверное, я эти оставлю. Дам им больше подоспеть. А то у меня прям нет терпения, я их срываю. Так, а вот эти мне нужно поливать, несмотря на то, что был дождь, вот эта прекрасная елка служит зонтиком. О, какой хрен, хрен какой хрен. О, Владик перевернул унитаз. Ну и правильно, можно стульчик с него сделать, поставить деревяшку. Ну, такой прикол. или он будет его разбивать, не знаю, посмотрим. Он сейчас баню затопил и парится, потому что у него кашель. Подозреваю так, что он наелся мороженого. Я вам показывала свое мороженое, которое сделано из воды и всяких там фруктовых наполнителей. И вот он покушал, и после этого у него стало болеть горло. А ему в детстве удалили гланды. Ну, вы знаете, что гланды борются. так, я теперь поняла. Подъедаются даже маленькие листочки, которые вырастают. Ну, все, у меня лопнуло терпение. Надо срочно тут сеткой все обвязывать, потому что этот зверь, зверюга, просто обнаглел, понимаете, друзья. Обнаглел. Это живой цветок. Вот он дает листики. Листики подрастают, он приходит и сжирает. Слышишь, Владик, оказывается, подрастают листики, зверь приходит и сжирает его. Это или заяц какой-то, или вот этот вот сурок. Потому что буквально недавно еще листиков было достаточно. Я уже не хочу тебя сегодня напрягать ничем. но уже надо будет поставить тут сетку, потому что цветок живой. Он выпускает листики, а эта скотина сжирает. Вы представляете? почему-то вот эти четыре хибискуса он не трогает, а только вот этот. А, ну, понятно, потому что, наверное, этот ниже или что, не знаю, надо будет огородить сеткой все. Да, животное тоже знает, что лучше. А шварси-то наша все-таки подъела за ночь и консерву и мясо. И получила порцию сухой еды, была очень довольна и все съела. Вообще нужно держать кошачьи тарелки пустыми. Вот съела, убрать, потом на вечер дать и все. Потому что лежит еда целый день, когда жарко. Туда и мураши могут залезть и так далее. О, хорошая банька, да? Ух ты! Да! Ой, как жарко тут! 70! А запах-то какой! Ну, люди, я не могу не хочу сейчас еще париться. Но запах-то какой классный! Супер! Полотенце подсохло, я его, может, заберу туда в кладовку, а? Так, заберу в кладовку. что у нас тут лежит? Мусор тоже, да? Где наша щетка? Сейчас подмету. Я немножко после самоката отхожу, а то мне было жарко, аж, понимаете, я наездилась на самокате. Ой, тут хорошо обдувает, такой ветерок обдувает. Я думаю, капюшон надень в голову. Да. О! Так. у нас по-моему ночью шел дождь. Но так я не слышу, чтобы насос в подвале у нас работал, значит, вода прекрасно уходила вбок и не просачивалась к нам в подвал, чему я очень не рада. ну да ладно. Немножко так смету и пойду за 45 минут где-то в среднем. Угу. 80. О! Какой приятный воздух там. да. Ночью просыпался и ходил в 100 рублей. Ну, пусть муж отдыхает, а мы идемте с вами. Так, а то меня сейчас тут комары закусают. Отличная труба. да, вода стекала, тут мокрая доска. Супер, супер, супер. Ура, система работает. Так, ну, я, друзья, еще чуть посижу на качеле и потом займусь бургерами. Будем жарить с вами мясо на бургеры. Кот на кухне ставили мужа париться с вами на кухне идущие сжарить на новой товар бургеры. Не так называются, ну, это так называемые комплекции будут плоские, потом сделать бургеры с булочками будем с вами собирать. Сначала нужно подготовить и поджарить фарш. Так, а я сейчас одену фартук. Не хочется свою самокатную футболку удобную, тонкую пачкать. Так, пачкать. Ставим за фартуками. Возьму свой длинненький фартушек зелененький. Зелененький светофор у меня будет. Зеленый с красным. Зеленый у меня есть этот гранд биф органически он написано органик я его покупаю в aldi последний раз мы были в файтгайз все там было вкусно и дорого и мы сделаем бургеры по дешевле видать что вот этот термос держи термос тут вообще-то он открывается этот фарш вот так открывается но я всегда режу скользит бумажка ножом проще отрезать и достать и сейчас нету доставки лука я быстренько измельчу его и потру еще потом наполнительно и 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 нарезать, потом включусь, чтобы вам не стыкать. Так, сейчас натрем лук. Так, сейчас натрем лук. Вот, там бутерброд нарежу крупно кольцами. Ой, он немножечко щипет, да-да-да. Он такой сочный лук, сочный. Отложим его сюда. Пусть полежит. Так. Как всегда, что буду добавлять? Пусть полежит. Вот это остатки белого перца тут как раз хватит. Надо будет засыпать. Ну и спигетку. Уже так как спигета есть, я солить не буду. Еще дам куркумы. Влага немного присутствует. Так. Думаю, еще я что сейчас дам. Дам куркумы. Муха уселась на кран. Я говорю, стоит только зайти, и они сразу залетают. Дверь-то у меня открыта, но там сетка. Но они же быстрые. А Шварси вон прикорнула прямо возле кормушки. А вот этой царапалки. Специальная досточка для того, чтобы она сточила когти, а не диваны. Но она у нас молодец, не трогает ни диваны, ни кресла. Только может там поспать. Поэтому я всегда кресло стараюсь закрывать целлофаном. Ну, особо нету, особо нету шерсти. У нее только подпушек, как я говорила. Сейчас быстренько с вами сделаем бургерята. Бургеры в Пайпгайс и в других заведениях быстрого питания. А у нас будет бургерята. Я его не буду делать на электрическом гриле, а хочу именно на сковородочке поджарить. Что-то после печенки мне не хочется грилить, чтобы не были такими сухими. О, она еще... Я тебя собью. Вот я ее сбила куда-то, куда она... Делась непонятно. Назойливая. Недаром говорят, назойливая, как муха, да? Сейчас ставим мою новенькую сковородочку. Сбираем чайнички и кофеварничек. Так, чтобы ничего не брызгалось. Я ее предварительно помыла и помытую уже положила в духовку. Так. Беру я, конечно, кукурузное масло. Написано, что нет холестерола и что для сердца полезное. Вот. Сердце нарисовано и там написано холестерол 3. Ну, конечно, оно вкуснее, чем вот это вот... Вот этот вот соевый ужин. Так, пока поставлю. У меня включенный микрофон, но я его ставлю. Иногда, когда я сюда его вешаю, он вот так вот дергается и получаются какие-то шумы. Затем, посмотрим, как сейчас будет запись. Я заодно вижу, что он у меня работает. Постоянный зеленый свет. Потому что как только он начинает мигать, это значит, он скоро выключится. Ну и будем кипеть с вами бургеряток. Буду делать такие плоские бургерятки. Конечно, можно покупать уже готовые бургеры. Имеется в виду сырые. Но они там, наверное, у них стоят под прессом. И определенного размера. Ну а у нас будут наши бургерята. Может, они не очень плоские. Но мы посмотрим, что у нас получится. По всяком случае, я спокойно за сковородку. Она не выделяет никаких ненужных, неполезных химических соединений. Как-то я то выбросила. Потому как, если покрытие начинает портиться, то оттуда выделяется что-то вредное для нас с вами, друзья. Сейчас я положу сковородку. Покажу вам поближе. Ну и дальше отключусь. Буду продолжать жарить. Чтобы вам было не нудно дать. Пока же оно все у меня поджарится. Сейчас положу. Запах уже вкусненький пошел. Вот они у меня из плоских почему-то превращаются в такие более пышные. Начинают как бы расти. Я их, конечно, делаю плоскими. У меня нет специального пресса. Я знаю, что продается такой пресс, которым ты именно формируешь эти бургеры. Так, ну сейчас я вам покажу, что я тут положила. Сложишь плоскими, они поднимаются, видите. Надо их, наверное, вилкой приминать. Ну, когда я все поджарю, я включусь и мы будем уже собирать с вами бургеры. Я уже поджарила. Вот такие они. Сейчас я вам покажу. Уже я один попробовала. Очень вкусные, но они все равно не получаются у меня плоские. Пургеряка. Назовем их так, что я собираю делать. Дальше покажу вам. Опять та же сковородочка. Так, раздря масло убрала. Чуть-чуть буквально. Машечка. Я порезала кольцами лук. Вот этот перчик, который сладкий, он упал. Палился, не хочет зреть. Но мы его употребим. Я перец, друзья, забыла купить. В бургере перец тоже ложится. Не жареное, а такое чуточку припущенное, полусырое. Просто для вкуса. Можно и сырой лук положить, если вам нравится? Я решила чуть-чуть. Потому как в последних пяти друзьях было даже на гриле все сделано. Но сейчас не хочу этот гриль разогревать из-за совершенно небольшого количества лучка. Буквально вот так я припущу сейчас. Никаких приправ, ни соли, ни перца я не ложу. Бургер я уже попробовала. Как раз отлично на соль, на вкус, в общем, то, что надо. Вот этот фарш из алби, говяжий, кто живет в Америке, может спокойно покупать, кто любит этот фарш. Он вкусный. Написано, что органик не вонючий. Помню еще в Бруклине мы покупали сырые готовые уже бургеры плоские. И запах был не очень такой приятный, знаете, от говядины. Наверное, не органик был. Тут очень большое количество разновидностей этих бургеров. И что покупать никогда не угадаешь. Ммм, пахнет запах великолепным. Как в настоящей корчуне. Или где-то в европейском ресторане, в Баварии. Так, ну что. Еще чуть-чуть. Сковородка жарит хорошо. Написано было в инструкции, нельзя сразу ее водой, так сказать, ополаскивать после жарки. Поэтому я вылила остатки этого масла, на котором жарилось мясо. Вытерла сухой бумагой салфеткой. И все. И не надо ее мыть. Но потом, когда она станет холодной, естественно, ее можно будет помыть под краном. Уже не знаешь, как беречь эти сковороды. Потому что они все портятся, все портятся, в общем, что говорить. Ну вот, в принципе. Лучок вот так припустился. Я его выключаю. Надо, чтобы он остыл. А потом будем собирать с вами бургер. Опять я включилась, друзья. Так, Шварси, уходи, пожалуйста. Из-под ног уходи. Так, что у меня тут на столе? У меня... Ага. Да, вам так не видно. Вот так я подвину к себе. Тут у меня лучок прижаренный остыл. Бургерята, котлетята, помидорки порезанные, айсберг. Тут у меня сыр такой, моцарелла, шребет, на терке на тертой. Тут сами банкс, булки для бургера. Извините. Ой, у меня микрофон-то тут. Да. Это у меня ремулада и паприка соус я буду использовать. Все европейское. Европейские соусы. Значит, сыр. Сыр нужен такими пластами, кусочками. У меня его не было. Вы же понимаете, что я не такой бургерный специалист. И поэтому это мои личные бургеры придуманные. Да. Я буду использовать тертый сыр. И будем собирать. Ой, новость же вам скажу. Я только что получила звонок из резиденции от Ваньки. Я только хотела заказать транспорт. Или если бы не было транспорта, мы бы поехали за ним. Только что мне звонок от медсестры. Ванька пазыцев накавит. То есть им там с какого-то перепугу стали делать вот эти тесты. Ну, в нос накавит. И наш Ваня оказался пазыцев. Я говорю, а как он себя чувствует, что у него болит? Она говорит, нет никаких симптомов, ничего. Но он должен находиться пять дней в своей комнате. Типа в школу он не может ходить никуда, естественно. Ну да, Ваня не получал никаких прививок от ковида. Потому что он, как и все остальные люди, переболел. Ему не нужна была прививка. Я отказалась, но тоже не привитые никто. Кроме нашей Аленушки. Потому что Аленка работала, как я говорила, в медицинском офисе. И ее заставили сделать эту прививку на ковид. Но она одну делала, слава Богу. Перенесла нормально, все в порядке у нее. Но теперь ни от кого-то не требуется вот этих прививок. Но вдруг они стали тестировать. Представляете? Естественно, мы с ним встречаться не будем, потому что у него может быть бессимптомно. Бессимптомно, а у нас могут быть какие-то симптомы. Владик и так вон простуженный. Но мы не собираемся тестироваться на ковид. Владика от горла. Это понятно. Я говорю, я могу поговорить с сыном? Она говорит, хорошо, я его позову. Звонит Ванька. Я говорю, Вань, как ты себя чувствуешь? Ничего, говорит, у меня не болит. Но я слышу, как будто бы он так чуть-чуть в нос говорит. Совсем чуточку. Ни голова, ничего не болит. Я говорю, пей побольше воды теплой и чай. Ну, нужна жидкость, чтобы выходила. Так он мне говорит, я уже выпил 10 кружек воды теплой и 5 кружек чая. Ну, наверное, придумывает. Но там будут, конечно, давать это все питье и так далее. И следят за его самочувствием, естественно. Но он разговаривает нормально и так далее. Я сейчас пойду заряжу свой старый телефон, в котором сразу включается скайп. И потом позвоню ему. Так что вот такие дела, дорогие друзья. Оказывается, шагает, шагает по планете. Кавит. Ну, то есть это грипп, но бессимптомно. Вот такие-то дела. Ну, будем собирать. Сейчас я сполосну руки. Хотя я уже их 300 раз полоскала. И мыла, и полоскала. Так. Что мы делаем? Берем такую булочку. Берем аромаладочку. Ну, можно майонез или еще какой-то соус другой. Так. Беру я вот этот вместо кетчупа соусик. Какая будет вкуснятина. Та-дам. Так. Дальше мы ложим салатик. Помытый у меня салатик. Если он будет выглядывать из булочки, ничегошеньки страшного. Укладываем вот так салатик. Теперь укладываем наш бургереныш. Я его разрежу. И получится дабл бургер. Вот так положу. Так. Вот так. Вот так. Дальше у меня пойдет ножичек сюда. Лучок. Перчиком. Вот так вот они все ложат. Сверху, сверху на такую. Такая получается большая. Башенька, башенька. Ну, я вам должна показать башеньку. Вот такую башеньку. Сейчас немножко вас поверну. Дальше. Дальше идет пласт сыра. Но так как у нас пласта сыра нет, есть такая моцареллка немножко. Так присыпем моцареллкой. Пахнет моцареллой. И все сверху накрываем. Вот такой я бургер сделаю. Один. Вот так. Прижму его. Сейчас у меня тут что-то, мне кажется, непорядок со светом. Я отключусь и включусь. Сейчас вроде нормально. Я когда наклоняла вас на что-то не на то нажала. Такой был очень-очень яркий свет. Дальше. Берем следующий булочку. Бурулочку. Так. Что мы делаем? Опять все в том же порядке. Намазываем кремулаткой. Намазываем кремулаткой. Соусом. Вредная еда, да? Ой, помидору забыла. Помидору забыла. Представляете? Вот сверху положу. Ну, там не... Неважно в каком у тебя все виде. Наверное, я уложу этот бургер чуть-чуть по-другому. Вот так поставлю. Не такой высокий, а чуть-чуть плоский будет. Дальше поставлю сырок на эту котлетку. Дальше поставлю лучочек. Лучочек. Дальше у меня будет идти томатик. И дальше закрою вот так салатиком. Вот так. Вот такие два бургера. И что я собираюсь делать? Я собираюсь его поставить чуточку в микроволновку на конвеншен овен включу. Потому как должен немножко он быть горяченький. И сыр должен растопиться. Сейчас, дорогие друзья, я это и сделаю. Включаю конвеншен овен. Так. Четыреста фаренгейта. Самое у меня такое. На десять минут. Или на пятнадцать. И сейчас оно должно разогреться. И когда разогреется, будет знак подан. Ну и вот такие бургеры. Думаю, что можно и с таким уже сыром кушать. Это вкусно. Ну, я хочу немножечко, чтобы оно как бы подпеклось. Ну и потом включусь. Пока жду и ем бургереныш. Вкусный. Честное слово. Одно мясо, конечно, полезнее кушать, чем этот бургер. Советую брать. Ну что, друзья. Я подогрела. Вот. Сыр немножко растопился. Булочка такая стала более... Даже можете услышать звук. Такая она. Прустященькая. Я уже не стала ждать мужа. Сама его виска штефала. Так вкусно, обалденно. Заражу вас. И побежите себе делать. Советую. Это, конечно, не каждодневная еда. Как видите, у меня нету постоянно бургеров. Но последний раз, когда мы были в шесть этих, в Five Guys, вернее, заплатили 31 доллар с налогами. Я думаю, да. Но это уже очень дорого. Очень. Совершенно дорого. Есть полное мясо и булок. Все это стоит. Не так дорого. На 30 долларов можно этими бургерами накормить. Вы понимаете, сколько человек. И очень вкусно. Сейчас муж спустится. Я ему подогрею. И он будет наслаждаться. Ну, у меня, с меня одного бургера вот так хватит. Без никакой картошки. Сейчас 3 часа. Ну, вот. Очень сытно. Очень вкусно. Ну, просто, когда там были, я уже говорю, давай зайдем. Потому что никогда не знали, что такое эти Five Guys. Мне понравилось все, кроме того, что они подают в пакетах, а не на подносиках. Гораздо вкуснее Макдональдса, да. Макдональдс, что-то у нас испорчился. Все, друзья. Поела на камеру. Нагнала вам аппетит, наверное, этими бургерами. Всем всего хорошего. Пишите, отвечу. Спрашивайте, отвечу. Пока-пока. Пока-пока. До скорых встреч. Продолжение следует...